Конные казачьи патрули начали дежурство в дачных обществах вблизи Тюмени. Причиной стали банальные кражи. Стражи порядка держат график дежурств в секрете. Исключение сделали только для нашего корреспондента Алексея Козлова, который вместе с дозорными отправился в ночной патруль. Это лица принимаются мерами задержания. Поэта сегодня была совершена кража. Это девушка подозревается. Казачий патруль получает ориентировки на подозреваемых. В них несколько человек. Преступления различные, но в основном кражи. Несмотря на грозный вид, задача казаков не лично задерживать, а выявить человека, вызвать полицию и до приезда не выпускать подозрительных людей из вида. Преследовать. И пока сотрудники комплексных сил или участков едут, то они преследуют. При подъезде сотрудников полиции, если человек проверяется по базам оперативно, но если представляет оперативный интерес, то доставляется в дежурную часть отдела полиции. Несмотря на дождь со снегом и сильный ветер, следить за порядком на дачных улицах они будут до рассвета. В отличие от автомобильного патруля, конный наряд гораздо менее заметный, чем автомобиль. Но хотя бы потому, что для передвижения не нужно использовать ближний свет. Да и на узких улицах конь гораздо более маневренный, и при этом с высоты всадника видно гораздо больше даже то, что происходит за забором. В такую погоду людей на улицах не видно. Здесь в это время все спят. Ночную тишину нарушает только ветер и стук копыт. Евгений Морозов – потомственный казак. Традиции чтит, как и его отец и дед. А обращаться с конем научился, уже будучи взрослым. Он сразу чувствует, насколько робко мы себя ведем на нем. Если он это чувствует, то он начинает этим пользоваться. Он начинает проверять, он начинает скидывать, пытаться. Ну, это своеобразное знакомство такое. Бывает так, что вот дозор, например, мы сразу снизу. Так и сошлись как-то. И с первого патруля, в принципе, никаких проблем не было. Конные патрули провели несколько ночных дежурств. Подозрительных людей пока не встречали. Однако в полиции говорят, с появлением всадников на ночных улицах и количество обращений в полицию снизилось. Алексей Козлов и Андрей Захаров. Тюменское время. Поверка счетчиков воды без демонтажа. 450 рублей. Телефон 531-513.